Вот я считаю, что Наталья у нас габен, вот это сенсорно-логический интроверт, вы можете Наташ себе записать на бумажечке этот психотип и на свободе почитать о нем в интернете, достаточно много выложено, ну соционико распространенное, конечно, явление сейчас, инструмент уж очень эффективный, можете почитать о нем и свое мнение собственное сформулировать. На наших дальнейших встречах мы еще это дело, может быть, с вами обсудим потом. Елена Тимофеевна. Я соглашусь с вами, Сергей Игоревич, действительно я бы отнесла личность Натальи к типу соционическому сенсорно-логический интроверт или вот есть такое название габен. Я хотела добавить, что еще и социальная функция у этого типа очень необычная. Вы обществу служите тем, что вы показываете в обществе своей жизни, своим поведением о том, что делают люди не совсем правильно с точки зрения неправильного отношения к финансам, неправильного отношения к управлению и так далее. Вообще из вас бы хороший государственный деятель получился. Но это большая тема, поэтому я свое мнение сказала на ваш вопрос в начале эфира о том, как вы себе видите будущее, свою деятельность, если вы будете менять стиль жизни. Я свое мнение сказала, вы можете менять любую область сейчас, любую, какая вам понравится, включая духовные практики. Но свое место там у вас очень специфичное. Это место управленца и место человека, который делает уютным эту деятельность для всех остальных. И это было бы блестяще. Но, кстати, общество вам за это должно платить. А, Сергей Олегович, вы что посоветуете, Наталья? В данном случае управления, конечно, речь идет о глобальном процессе. Это не значит, что это какой-то коллектив людской. Речь идет об организации процессов, процесс управления процессами, какими-то. Я не знаю, может быть, вы поэтому инженерную специальность изначально техническую выбрали. Там тоже есть своя специфика управленческая, когда вы организуете, например, из гаек организуете какой-то инструмент, прибор или техническое изделие. Это тоже такая организационная управленческая деятельность, да? Не связанная при этом с коммуникацией. Вот я к чему толкую. То есть коммуникация – это, конечно, не ваш конек однозначно. Типаж ваш такой безэмоциональный, он подразумевает все-таки какую-то индивидуальную работу. Вот, может быть, поэтому вы себя хорошо чувствуете, когда уединяетесь и занимаетесь мелкой какой-то моторным процессом самостоятельно в своих мыслях. И там уже, там, там вы, ну, понятно, раскрываетесь в своих задачах, в ледении, в стратегии, которые, возможно, у вас возникают. Вот, поэтому я здесь соглашусь, Елена Димофеевна, на 100%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...